О планах на будущее, о воплощении интересных идей, о том, как все успевать и быть лучшим в своем деле. Губернатор Дмитрий Азаров встретился со студентами, которые уже проявили себя в науке, спорте, творчестве, волонтерстве и общественной деятельности. Сейчас на территории Самарской области в колледжах, техникумах и вузах обучается 170 тысяч человек. Высшие школы сегодня активно занимаются разработкой новых технологий и подготовкой кадров для космического, авиационного, автомобилестроительного и нефтехимического кластеров. Среди этой талантливой молодежи студенты Тольяттинского государственного университета, создатели гоночных автомобилей. В прошлом году разработка наших ребят, спортивный болид, на международных соревнованиях в Италии показал самую высокую топливную эффективность. А в общем зачете ребята из Тольятти рейсинг-тим стали лучшими среди всех российских команд. Сейчас команда вышла с просьбы главе региона оказать спортивному проекту «Формула-студент» поддержку. Суть соревнований, что это не просто гоночный спорт, а инженер. То есть большой план делается на то, что это студент изделия своими силами. Постараюсь, когда буду в Тольятти, заехать подробнее, посмотреть. Мне показывали автомобили, но я вот как-то не сфокусировал свое внимание, чтобы победители уже среди таких спортивно-доночных автомобилей. В принципе, технические виды спорта для нашего региона, для столицы России автомобилей, конечно, крайне важны. Обещаю помощь, но нам бы важно было выделять средства не просто на содержание команды, а анализацию конкретного проекта. Вот такое проектное финансирование, мне кажется, здесь все-таки должно быть приоритетно. Договорились? Темы для разговора были самые разные. Студенты предлагали свои идеи. От развития IT-технологий до создания студенческих городков и открытия медиа-центров, которые хранили бы фотографии архитектурных памятников и примечательных городских зданий. Я очень рад, что студенческая среда у нас очень живая и подвижная, что у нас много межвузовских, междисциплинарных проектов, совместных проектов, которые объединяют студентов среднего профессионального образования. И я очень надеюсь, что будущее нашей Самарской области и нашей страны, оно действительно окажется в надежных руках.